В Мурманском краеведческом музее открыли выставку «Арктика. От падения до взлёта». Здесь можно узнать о том, как папанинцы высаживались на льдину первой арктической экспедиции «Северный полюс». В каких условиях штурмовали льды, исследователей расскажет Анастасия Кочурова. Рында оповещают о пожарной тревоге или об отправлении корабля в путь. А в Мурманском областном краеведческом музее об открытии выставки. Здесь зрители могут узнать о первых покорителях Арктики и с чем им пришлось столкнуться. В этом году наша страна отмечает несколько юбилейных исторических событий. Это 90-летие со дня начала Челюскинской эпопеи, 90-летие со дня первого безаварийного прохода по Северному морскому пути ледореза Фёдора Литки, который шёл с Владивостока в Мурманск. И 130-летие со дня рождения великого выдающегося исследователя Севера Ивана Дмитриевича Попанина. Несмотря на то, что в Арктике пингвины не водятся, на выставке они есть. Всё потому, что полюса нередко покоряли одни и те же мореплаватели. На экспозиции можно увидеть даже копию каюты первооткрывателей, для которых судно служило и домом. Впрочем, например, участников экспедиции «Северный полюс-1» на дрейфующую в высоких широтах льдину доставил самолёт. А вот снимали с неё ледоколы, которые первыми прошли за одну навигацию Севморпуть. Модель ледокольного парохода Александр Сибиряков, который первый в мире за одну навигацию преодолел Северный морской путь. И многие макеты передают интересную историю этих кораблей. Вот, например, мы посмотрим на макет, и на макете мы увидим паруса. Зачем пароходу паруса? Это отображает тот момент, когда был сломан винт корабля, и уже в Берингов пролив они дрейфовали под парусами. Помимо этого, на экспозиции можно увидеть личные вещи капитана Павла Пономарёва, который работал на первом в мире ледоколе «Ермак» и атомном ледоколе «Ленин». Освоение Арктики показывает весь героизм и истинную любовь тех покорителей Арктики, к своему отечеству. Я думаю, для многих мальчишек, девчонок они как в советский период, так и ныне являются примером. Что примечательно, в принципе, наверное, стоит отметить, что 30-е годы 20-го века, освоение в этот период Арктики, оно дало ту массу знаний, тот базис, который позволил России занять первое место в Арктике, лидировать в высоких полярных широтах. Выставка «Арктика. От падения до взлёта» уже открыта и будет радовать посетителей областного краеведческого музея на протяжении всего лета, до 28 августа.